Мы начинаем. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с наступающей ханухой вас. Мы продолжаем наш замечательный курс. Сегодня мы из недельного раздела Ваишлах проходим 34-й параграф. Я поставил вот этот файл, который вы видите на экране, плюс файл словарь, в котором слова, которые выделены зеленым фоном, разобраны. И, кроме того, есть два файла из прошлых занятий, где мы разбирали чудесную песенку, песенку Маоз Цур. Да, вы можете посмотреть и слова, и перевод. Перевод как целиком, так и отдельных слов с разбором, и несколько интересных ссылок там есть. Итак, мы начинаем. Я беру алиф. И вышла дина дочь Леи, которую родила Якову, то есть Лея родила, посмотреть на дочерей страны. Ну, имеется в виду страна, то место, где они находились. Спасибо. Теперь, Анна, прошу вас, Бет, и распределяйте дальше ролик и следите за текстом, как обычно. Заранее благодарен. Так, и увидел ее шхем, сын Хамора, хивийца, князя этой земли. Ой, Господи, Павел. Вот. И взял, и взял ее. Да, что-то мне никак не нравится. И взял ее, и шкаф, и лег с ней, и как бы мучил ее. Да, да, именно так оно и происходило. Анна, ну, из песни слова не вытянешь. Это наша история, да. Увы. Гиммел, Тимофей у нас не появился? Да, вот Тимофея у нас нет, у нас есть, ну, Шуша читает точно. Иван у нас, у нас был какой-то Иван, который читал. Вот тот ли этот самый Иван, я не знаю, или кто-то другой. Так, вот. Мы сделаем так. Шуша пускается уже читает пока что. Давайте. Она может, но просто плохо. Прекрасно, да. Ватидбак, нафшо, бадина, бад яков, ван ягэв, эт анагар, вэйдабэр, халэв, анаар. Так. Анаара, анаара. Здесь одно из мест, где кри и ктив различаются. Кри – это как надо читать, а ктив – это как написано. Слово наара девица пишется с буквой гэй, здесь буква гэй почему-то в Торе не пишется. Да, спасибо. Переводите. Мне нужна путь. Ватидбак. Девик – это клей. И буквально приклеилась нафшо. Душа его гдине, дочери Якова. И возлюбил. Полюбил, да. Девицу. И сказал как-то в сердце своем. Говорил в сердце девице, да. То есть обращался к ее сердцу. К ее сердцу. Да, да, да. Спасибо, шеф, все правильно. Все правильно. Так, мы делаем так. Тот, у кого включен микрофон, сигнализирует о том, что он готов прочитать. Если он готов еще и переводить, еще лучше, мне меньше работает. Если нет, то мы пропускаем и зацикливаемся. Так? Так, вот Иван у нас читает. Прекрасно. Тогда дадим Ивану, Далит. Да. Иван, пожалуйста. Он вроде бы включен. У Ивана нет? Нет. Я не вижу. Да? Я не вижу. Точнее, я не смотрю. Я точно не вижу. Ну, значит, все молчат пока. Я что-то не показала. Молчат. Так, ну, смотрите. Давайте для начала мы Людмилу пропустим. Но если мы увидим, что она включила микрофон, да, мы... Ее тоже задействовала. Людмила, хотите, хотите. Она включила, да. Людмила, хотите. Включила. Давайте сейчас. Да? Попробуй. Да? Да. Я совсем садиться не буду. Совсем садиться. Я со своим кашлем помогу. Ках ли эт айалдахазов ле иша. И сказал шхем, сын хамора. Хамор слово означает осел. Здесь это имя личное. А хамору, отцу своему, говоря, возьми мне девочку эту в жену. Ну, по-русски в жены, да. Вот так. Спасибо. Так, теперь попросим Анну, да. Ну, как бы по-теоретическому, получается, вы должны читать дальше, потому что у нас... А, ну да, давайте, давайте еще, да. Да, яков шама ки тиме эт дина битов у ванав хаю эт микнегу ба саде. Веге хэриш яков ад боам. И яков услышал, что тиме, это значит, осквернил дину, дочь его, у ванав, это и сыновья его, были эт микнегу со стадами его, то есть якова, да, ба саде в поле. Слово хэрэш означает глухой. Хэхэриш – это значит промолчал, то есть ничего не говорил Яков. От ад боама, слово ба, до прихода их, до их возвращения с поля. Так, тогда Вав, пожалуйста, Анна. Так, воец хамор Ави Шхэм, Эль Яков, Ладабер Ито. И вышел и хамор отец Шхэма, да, к Якову, ну, пришел, как бы, пришел к Якову, чтобы с ним поговорить. Да, так оно и было. Спасибо. Кто, кому поручим к займу? Вот, получается, Шуша у нас сейчас только читает. Ну, вот, яков, бал, мин, асада, кшэ шаман, вэ тяцбу, а нашим, ва, ихар, лахэм, мэот. Ки не была, асада, ки не была, асада, бэйсраэль, лишь кав бэйт яков. Бат яков. Бат яков, вэкан лоум ясе. Е-асе. Е-асе. Попробуйте. Переводчик, значит, сыновья Якова, как бы, вышли из поля. Так. Вот дальше, что такое? Крешамам, от слова Шама. Шомеа. Прослышав, как бы, ну. Да, услышавший, да. Услышав, так. Вэйт яцву. Так, я приготовил словарь. Сейчас я взгляну, что нам словарь предлагает. Ну, это же печаль, грусть. Отцаф, это печаль. Они очень разозлились. Да, верно. Они опечалились, огорчились. Конечно, огорчились, надо было, да. Очень опечалились. Эти люди, так. А вот, что такое вэйхэр, лагэм мэлт. Как бы, на них очень. Вэйхар, это возгорелся гнев. Гнев, гнев, на них очень. Так. Да. Невала. Невала мерзость, буквально. Так как сотворена была мерзость в Израиле, так можно сказать. Из-за того, что они как лишка через, как, возбежание, что ли, с дочерью я. Да, да, да. И вот так. Итак, ло-е-а-сэ. Не должно быть сделано. Так не делается. Так не будет сделано, да. И не будет. И а-сэ, это, да, 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 это пассивный залог. Да, спасибо, Шуша. Все правильно, все правильно. Так. Что дальше? Теперь вы опять. Теперь дальше вы, потому что нас пока все молчат. Хорошо. Ваидабер хамор и там леймор. Шехем бни хашка нафшо бе витхем. Тну наота ло лаиша. И говорил хамор. И говорил хамор с ними, говоря. Шехем, сын мой. Хашка это буквально сильно возжелала. Навшо. Душа его. Дочь вашу. Дайте, пожалуйста, ее. Гему. Гему в жены. Вот так примерно звучала его речь. Так. Спасибо. Анна. Так. Так. Бнутэйну. Так. Я правильно читаю? Да. Бнутэйну. Бнутэйну тихулахэм. Так. И сейчас скажу. И будем мы жениться. Вот что-то я не знаю. Дайте мне. И гитхатну. А, и гитхатну. Породнитесь вы с нами, получается. Дочерей ваших мы будем брать для себя, себе. А дочери наших дочерей возьмете, будете брать себе. То есть вот этот брак, он должен положить мне начало неким династическим связям. И теперь мы все будем. Да, да, да. Как родственники. Будем друг на друге жениться. Инди, Руси, Пхай, Пхай. Да. Полный. Полнейший интернациональный дух. Заметьте, что этих товарищей было в разы, как сейчас говорят, больше, чем евреев. И даже если на этом этапе они и хотели что-то перенять у евреев, допустим, еще одного бога в свой пантеон, то не факт, что дальше они, так сказать, будут продолжать в том же духе. Так? Теперь, спасибо, Анна. Теперь Юд. Получается, Шуша, получается, Шуша. Ба. Да. Что такое? И вы и там, как и с нами. Это шву. Это от глагола. Это шву. Сидите буквально, поселитесь. Поселитесь, а сядете с нами, и земля будет перед вами, перед вашим лицом. Да. Шаву. Сахар – это торговля, да, и будете торговать. И также, да, а вот это… Эхзу. Да. Так, сейчас я… Ну, ахаз – это слово «брать», то есть возьмите ее, получается. Держите, да. Возьмете, будете брать все самое, получается, хорошее, с нашей земли будете брать. Хотите торгуйте, хотите, там, не знаю, сейте, пошите, вот прям все. Хочешь – жни, а хочешь, соответственно, куй, так. Хочешь – сейшь, а хочешь – куй, да. Да, наверное, так, да. То есть перевод буквально селитесь и объезжайте ее с товаром и оседлыми станьте на ней. На самом деле, это заманчивое предложение с этой стороны, да. То бишь, они не имеют земли, земля им только обещана, но пока что они ее не видели, да. Да, вот, вам предлагается объединиться с этим народом и объединить, так сказать, имущество тоже. Да, спасибо, дальше. Дальше я, да? Да. Дальше я. Так, юд а'леф. Ва йомер шхем эль авига вэль ахея, а эмца хен бээйны хэм, вээшэр тумру элай этэн. И сказал шхем, отцу ее, то есть дине, а кто отец дине, яков, и братьям ее. Так, сколько их было на тот момент 11. Эмца хен бээйны хэм, найду я благоволение в глазах ваших, да. Ва ашер тумру элай этэн, и все, что вы скажете мне, я дам. Я готов дать все, что вы попросите, да, для счастья моего любимого сына по имени шхем. Спасибо, так, юд, бет, Анна. Да, тут такой момент есть в шхеме, как читают комментаторы, обитали, видимо, уже потомки учеников Авраама, потому что делают вывод там, говорится в тексте, до какого момента Авраам шел вместе с учениками, которых он приобрел, там души, которые он приобрел в Харане, а потом после того, как он перешел в шхем, говорится, что он шел один, то есть ученики осели в этом шхеме. Вдвойне, получается, плохое-плохое дело они сделали, потому что они тем более должны были знать, что так вообще-то себя не ведут люди. Ну да. Приличные люди. Да, да, да. Ну, тут нужно заметить, что здесь речь идет не о коллективной ответственности, да, а о том, что среди семи заповедей сыновей Ноаха, обязательных для соблюдения всеми народами, есть и заповедь организовать суд. И тот, кто поступает неправильно, даже если это руководитель народу, даже если это любимый руководитель, да, все равно он не должен так поступать, и народ должен ему это выразить. То есть некоторые плюсы к демократии, как мы видим, все-таки взяты из торы. То есть мы ожидали... В этих заповедях сначала сказано, что нельзя воровать людей и нельзя распутничать, а уж потом судить, потому что если бы не запрещено, то за что-то тогда судить получается, если запрета никакого нет. Да, конечно, именно это имеется в виду. Поэтому, значит, эти люди должны были помниться, если они ученики Авраамы, что тем более, что там как нужно себя вести. Вот так, да. Так, значит, Берн, вот этот вот товарищ продолжает говорить. Горбу Алай Меот Могар Уматан Могар Ве Уматан Ве Этна Кашэр Томру Алай Утну Ли Эт Анаара Ла Иша. Да. Значит, горбу – это типа умножьте, увеличьте мне очень сильно. Но Могар – это имеется в виду то, что в арабском языке называют махар. То есть, как бы, получается, преданное или выкуп за невесту. Колын, да, да, верно. Там, наверное, имеет правду толкователь, говоря, что в аудаизме такого нет. Поэтому имейте в виду то, что по брачному договору должен был муж платить жене в случае там расторжения брака. А, но это несколько другое, да? Но здесь, поскольку сам этот хамор не еврей, он мог иметь… Преданное, да. Именно, именно… Пожалуйста, увеличьте для меня преданное. То есть, назовите мне любую преданное, и подарки, и дары, и я вам это дам. Сколько скажете. Сколько скажете мне, и я вам это дам. Только дайте мне девицу в жены. Верно, да. Да, спасибо, Ют Гимел. Так. Вая, ну, бне, яков, эт шхем, в ад, в эт хамор, а вав. Хамор, а вав. А вив. А вив. Так. Бэ, мрама, вай добру. Ашер, тме. Тиме. Тиме. Дина. Ахтан. Ахтан. Так. Значит, что… Я, ну, и ответили… Скажите, пожалуйста, я потерял… Где вы читаете, а? Ют Гимел. Ют Гимел. Ют Гимел. Спасибо. Спасибо. Подираюсь. Так. И ответили сыновья, якова шхему и отцу его хамору. Так. Мирма. Мирма. Мирма – это обман, хитрость. Так. Мы читаем это в Тилим. Анецор лешан ха мера у сфатеха мидабер Мирма. Так это правильно перевести, как бы «и сказали». Да? И сказали или сказали. И говорили. А, и говорили. Так. Ашер. Что такое? Тиме, который осквернил буквально. А, как Тума? Это? Тума, да, да, да. Это Тума, да. Который осквернил где-то Дину, сестру нашу. Сестру их. Их, да. Их, да. Да, да. Имеется в виду, что они говорили с хитростью, поскольку этот человек так поступил с сестру. Так он был. По отношению к нему. Они решили поступить по отношению к нему, так сказать, несколько лукаво. То есть хитрик. Там дальше будет сказано. Да. И говорили им. Не сможем сделать вещь эту. Отдать сестру нашему человеку. Ашерло Орла. Орла это то, что имеется у необрезанного. Так? Человеку, который не обрезан. Смысл такой. Ки херпа ги лану. Потому что, как это сказать, мерзость, неприятность. Мерзость для нас. Бесчестие или позор. Да, позор это для нас. Да, действительно так. Так и было сказано. Спасибо. Анна? Ах безот неот лахэм. Им тягью камону лагимоль лахэм коль захар. Только при таких условиях. Только при этих условиях. Неот. Ну, тут речь идет. Неа вообще-то быть приятным или подобающим. Да. На таких условиях мы согласимся с вами. Если будете тягью камону. Как мы. Если вы станете как мы. Лагимоль. То есть химоль от слова бритмела. То есть вы сделаете. Обрежется у вас каждый мужчина. Коль захар. Каждый мужчина. Да. Каждый. Захар. Это имеется в виду человека мужского уровня. Мужского уровня. Каждый человек мужского уровня. Да. Верно. Что такое? Эд зай. Эд зай. Эд. Лан. Лану. Эд. Бнатэйну. Лахэм. В эд. Бнатэйхэм. Никах. Лану. В. Йеш. Равну. Йешану. В. Йешану. Атхэм. Итхэм. В. Гайну. Лиан. Хэхат. Так. Что значит первое? Беннатэй. Так. Нет. Вам переворачивает с прошедшего времени на нынешнее время. И мы дадим. Да. И мы дадим. И мы отдадим. Так. Сыновей. Бнатэйну. Нашим дочерей вам. Бнатэй. Баам. И дочерей ваших возьмем. И возьмем ваших дочерей. Да. В. Я. Шавну. И будем идти жить. Проживать. С. С ними. Вами. Да. С вами. И будем единым народом. И будем народом единым. Да. Совершенно верно. Тут комментарий заостряет внимание. Что иногда он говорит. Мы будем брать. Из ваших дочерей. Тех кого. Сочтем. Стоящими. И мы будем давать. Вам наших дочерей. Жены. То есть тех. Которые нам. Ну. В меньшей степени нужны. Ну. Вот. Примерно так. Да. Так. Есть. Спасибо. Какой сейчас номер? Йодзайн. 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 Да. В им. Ло. Тишме. У. Элейну. Ле. Гимоль. В. Лакахну. Эт. Битэйну. В. Аллахну. А если не послушаете нас. Чтобы обрезаться. И возьмем мы нашу дочь. И уйдем. Вот. Что сказали сыновья Якова. Спасибо. Угу. Так. Хэт. Анна. Так. Ютву. Ютву. Получается. Деврейгэ. В. В. Эйней. Хамор. У. В. Эйней. Шхэм. Бэн. Хамор. Ну. Как бы. Хороши. Хороши. Были слова. Их. В. 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 Эт. 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 Хамор. То есть. Понравилось. Ему. Они согласились. Да. С точки зрения. Да. 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 Значит. Эвэлло. Эхар. Анар. Ласот. Адабар. Ки хэпэц. Бэ. Батяков. В. У. Нихбат. Миколь. Бэйт. Хавиф. Так. Значит. Так. И не. Как это вот. И не. Ле ахэр. Ме ахэр. Ме ухар. Не опоздал. Не опоздал. Да. Это девица. Сделать. Ну. Вот это. Дело. Чтобы. На ар. Да. На степи юноша. Это мужской род. Да. Это имеется ввиду. А. А. Ну. Так он их делал. Ага. Да. То есть. Он не стал ждать. Поспешил. Да. Поспешил. Поторопился. Да. Да. Подержался. Не задержался. Так. Хафац. Да. Что бы. Это. Хафац. Хафец. Лиха. Хафец. Это. Сильно желать. Так как сильно желал, как бы, дочь Якова. Дочь Якова. И помню, ты Нихбад. Нихбад от слова Лехабет. Кибун. Уважаем. 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 Эль Шаар Иран. Вайдабру. Эль Аншей Иран. Займор. И пришли Хамор. И Шахем сын его. К вратам города. Имеется ввиду городская площадь. Где все их могли услышать. И говорили людям, мужам города их. Говоря. Прошу вас. Анна. Каф. Алеш. Так. Анашым. Аэле. Шлемим. Гэм. Итану. Ваяшву баарац. Ваяшхару ота. Ваяшхару ота. Гаарац гіне рахават ядаем. Лифней гэм. Лифней гэм. Эд бнотам. Эд бнотам. Ніках лану. Лынашым. Баэт бнотэйну нітэн лагэм. Ягно. Значит, они говорили так. Людзі. Шлемим. Ну, как бы, они миролюбивые. Они с нами. Да. Доброжелательные. Они к нам. Да. Да. Вот. И поселятся они в земле. Ну, имеется. В нашей земле. И будут, ну, исхару, как бы, так сказать, торговать, осваивать ее будут. Будут они ее, так сказать, осваивать. И земля эта, ну, вот, рахават ядаем, как бы, просторна она для рук их. Или широка она будет. Вам вредно, вам вредно, вам вредно петь громко. Вот. Верно. В общем, она, как бы, эта земля будет просторна для них. То есть они будут тут вот практически ее осваивать и обрабатывать. Да, да. Перед ними. Лифней Гэм. И. Да. Вот тут он это условие сообщает. Сказано, что там-то он говорил, что вы будете у нас, мы вам своих дочерей отдадим по вашему выбору, а вам, наоборот, у вас возьмем тех, которых вы пожелаете. А тут, наоборот, он переворачивает все. Дочерей их, мы возьмем себе, то есть имеется в жены каких, то есть каких мы захотим, а дочерей наших сами будем выбирать, каких им отдать. То есть как бы все наоборот получается. Да, 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 совершенно верно. Обратите внимание, что здесь выдвигается хамором и шхемом на первый план. Не то, что вот, чтобы эти люди отдали свою дочь в жены нашему любимому вождю, сыну нашего руководителя. Дорогого руководителя, любимого учителя. Да, да. А именно экономическая выгода. То есть они нам будут полезны и с точки зрения возможных браков в будущем тоже. Да, вот так. Так, спасибо, теперь слушал. Слушал уже, да? Да, да. Базот и отту лану а нашим лошеват и тану лихьот лям эхат пьемоль лану коль захар кашер эм немолим. Так, что такое ахбазот? Ах, это хотя, как бы только в этом? Да. Ах, это как рак, только этим, да? Е-о-ту. Вот здесь интересное объяснение дает Раши, что ют – это префикс будущего времени, а корень здесь от, что такое от. Сейчас я взгляну точный перевод, чтобы видеть, что нам дает, что нам объясняет Раши. Согласие дадим, удовлетворим вашу просьбу. И приводит он еще один пример из Танаха. Так, только с этим они согласятся с нами. Да, лану а нашим. Да, эти люди. Так, лошеват, как-то сидеть, ну, опять же, селиться с нами, быть народом единым. Так, знаете, что такое? Вот это вот. Да. Вот это вот. В обрезании, да. В том, чтобы обрезать. На. На. Как бы, на каждого из мужчин. Да. Ну, когда они обрежутся. Как? Как? Как они обрезаны, да? Чтобы у нас все мужчины были обрезаны, а они? Подобие, скажем так, одно и то же. Да. Подобное. Стремиться к подобному. Так. Спасибо, Шуша, Кавгимел. Микней гем в кинья нам в холь бе гем там. Хало лану гем. Ах не отта ла гем ва ешу и тану. Микней гем наши стада в кинья нам и наши. Не, не, подождите. Не, конечно. Гем – это их стада и их имущество, их приобретение. Конэ. И все, значит, все домашние животные их. Вот ведь лану гем – они будут наши. Только, чтобы мы согласились ла гем с ними и будут они селиться и тану с нами. Так. То бишь, здесь прямая экономическая выгода. Так. Пожалуйста, Анна Кавдалет. И прислушались к хамору и к шхему отцу, к сыну его. Ну, всякие, ну, тут буквально каждый выходящий, сидящий, сидящий, выходящий из ворот города, получается. Да, да, да. Ну, в общем, все, кто тут собрался у ворот, они согласились. И обрезались они. Кто там им делал обрезы, кто там им столько обрезаний надо было сделать. Ну, ладно. Чисто технически как-то, они сразу прям так. Каждый мужчина обрезался, обрезался каждый мужчина, каждый, как бы, выходящий из ворот города. Из ворот города. Проходящий из ворот город. Да, да. Быстренько побежали и, значит, это самое. Ну, что же, да. Сейчас. Поспешите. Да. Перематывали. Есть. Спасибо, да. Вот так, прекрасно. Эй, Шуша, просим. Бейхи байом аж лиши байотам. Бигиотам. Бигиотам. Коавин. Коавин. Да. Ва ику шней бней Яков Шымаон в Леви Ахей Дина Иш Хавро ва Яво Аль Аир быта в Ягаргу Коль Загар. Фу, так, и был, и день, было. И было в день. Третий. Кашляши. Третий. Так, что такое байотам? Как-то взошли звезды. Бигиотам. Не, не, не. Вообще не. Лигиот. Это быть, да. Ам, это имеется в виду они. Когда они были? В бытии их. В то время, как они были. Коавин. Коэв это болеть. То есть, когда они. А, обрезались, как Авраам. Это были болезненные? Да, да. Нам известно, что третий день он самый болезненный. Вот с буквами-то неплохо. Так, вэку, как это, и взяли, да? Да, и взяли. Да. Двух, как это, сынов. Двое сыновей. Двое сыновей. Якова. Так, Шымаон. Как звали их? Шымаон и Леви. Так, братья, ну, братья Дины. Да. А вот это вот Ишхавро. Как это сказать? Ишх, каждый человек, каждый человек. Харбо. Херев это меч. Каждый человек. Я поднял по мечу и пришли они в город. Так, Бетах. Бетах, да. То есть, Бетах, будут, так, спокойно пришли, то есть, без волнений, как бы. Да. То есть, не встретили сопротивления, да. Любили всех мужчин. Яргу, это жалорок убивать. Вот так, яргу, да. И убили всех людей мужского пола, да. Ну, мы знаем с вами, что и здесь Яков их порицал и давая благословение перед смертью своей тоже. То есть, Яков был недоволен этим поступком. Да. Мы увидим с вами, почему именно. Так. Спасибо, Шуша. Веет Хамор, веет Шхембно, аргу, лэфи, харев. Байку, эт Дина, ми бейт Шхем, ваецеу. И Хамора, и Шхема, сына его, убили мечом. Лэфи, харев, это такое выражение, именно мечом. И взяли Дину из дома Шхема и ушли. Так, спасибо, Анна. Как взаимно пришлось? Так, Бнэяков, Бу-Аль, Ахалалим, Ваявозу, Га-Ир, Ашер-Тим-У, Ахотан. И сыновья Якова подошли к убитым. Ну, Халалим, это в данном случае погибшие и убитые. Да, да, да. Ваявозу, ну, Ваявоз, имеется в виду, в данном случае, как бы, ну, забрали у них, ну, забрали все ценное, что было на этих, на этих убитых забрали, да, все, что у них было ценного. И, ну, как это, за то, что... Да, спасибо, Анна, все так. Так, ну, и взяли и овец. И хобец, и коров, и ослов, и, так, богатство города, как правильно перевести Ашер? Ве-эт Ашер-Ба-Ир, и все в городе, буква, и, 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 и что в городе буквально? То, что в городе, и то, что в поле взяли. Угу, Лакаху, да, взяли. Да? Спасибо, Шуша. Ве-эт-Коль-Хэл-Ам, ве-эт-Коль-Тапам, ве-эт-Н-Шэй-Эм, Шаву-Ба-Я-Возу, ве-эт-Коль-Ашер-Ба-Ба-Ир. Так, что такое хэйль? Это сила, мощь. Что здесь имеется в виду? Все войско их, конечно же, мы не можем так понять, потому что войско – это мужчины, а мужчины будут перебиты, да? Наверное, перевод здесь как «все имущество их». И что такое ТАФ – это младенцы, дети, и всех женщин их. То есть женщины, которые остались без мужей. Шаву. Шеви – это плен. Взяли в плен воевозу и, ну, чтобы не сказать, снова разграбили, как это, взяли трофеи, да? Ве-эт-Коль-Ашер-Ба-Бай и все, что в доме. То есть все имущество. Да, это тоже страница нашей истории. Так, просим Анну Ламед. Так. Вот Яков выражает им недовольство, но надо подчеркнуть, что он не выражает недовольство их поступкам. Он выражает недовольство только тем, что они подвергли опасности их всех таким поступкам, а не то, что он так поступил. Видимо, он считал, что они были вправе так поступить. Вот так. Так, а документаторы так и считают, поскольку, опять же, эти семьи, так называемые, пресловутых заповедей, ну, ох, они предусматривают смертную казнь за любое нарушение. Вот что бы ты там ни сделал. Так. И сказал Яков Шимону и Леви, ну, вот, ахартэм, это имеется смутили вы меня, или так, перебаламутили вы меня. О, да. Ну, как бы теперь меня возненавидят, меня теперь, Йошвей Араци, жители этой земли, вот эти всякие товарищи. Да, да, да. Канони и Перези, Перези. Да, они меня теперь возненавидят. И они метин, а я метэмис пара, я малочисленна, мы малочисленны. Малочисленны, да. То есть сил у нас не так уж много. В НСФУ они соберутся, Алла, и на меня. В Икуни, Хикуни, ну, как я, поразят меня. Побьют, да, от слова лэга-кот макам. И мы истребят, истребят меня, и буду я истреблен, и я, и мой дом. Да, и дом мой. То есть Яков опасался, что народы этой земли не поймут, почему сыновья Якова так поступили. Так, но ответили. Ламет, Алев, пожалуйста, Шуша прочитает. И сказали, что поступили как с блудницей с нашей сестрой. Да, то есть смысл в чем? Папа, не волнуйся, жители этой земли знают, что существуют законы в Нейноах, и по этим законам мы поступили, согласно этим законам, поступили справедливо. Спасибо всем присутствующим, спасибо всем участникам. У нас осталось некоторое время. Мы имеем шанс немножко посмотреть песню «Маус Цург». Поскольку ничего другого вы мне не предложили, я возьму один из файлов, которые мы рассматривали на прошлых уроках. Анна, если вы можете, откройте либо «Маус Цург». Там у вас два файла, которые из них открывают. Я, честно говоря, откройте, которые без единицы. Я сейчас расскажу еще одну историю. Есть такая, кстати, есть одна версия, что тем, что они сделали этим ребятам обрезание, ну, есть такие комментаторы, особенно каббалисты, они считают, ну, которые хасиды, которые каббалисты, они считают, что это было даже некое подобие Геюра. То, что, в общем-то, души этих людей таким образом, они как-то возвысились, хотя потом их истребили, но, тем не менее, даже впоследствии они возродились в каком-то новом облике и уже были вполне себе евреями. Там что-то такое есть такое. Это во-первых. А во-вторых, есть история, как будто некий студент, там, Юрий, там, этот, Ешеботник спрашивает своего учителя, «Рэби, а почему действительно окружающие народы не пришли на помощь этим жителям Шхема и не заступили за них, когда их там вдвоем, двое молодых людей, всех мужчин убили, они как-то все промолчали». Ну, он говорит, «Эх, ты, неужели ты не понимаешь, тем, что они сделали обрезание, они стали евреями. А когда убивают евреев, окружающим народам нет никакого дела». Да, да, все это было бы смешно. Да, когда мне надо рассказывать где-нибудь про политику, вот такую историю. Вот такая вот, сейчас я открою, у меня, я у себя нашла этот файл. Ага, прекрасно, прекрасно, да. Да, дело в том, что, может быть, кто-то не знает, у меня почему-то не получается делать демонстрацию экрана, поэтому каждый раз я испытываю благодарность Анне, которая всем нам помогает. Ой, да перестаньте, не надо. Сейчас вот вы сейчас меня сглазите, у меня он не откроется. Что мы должны видеть там? Мы должны сейчас, я вот, сейчас, вы уже помните, вот. Открылась. Бароша, вот я боялась, что сейчас не откроется. Сейчас у меня Рафаэль, я говорю, меня начинает хвалить, я боюсь. Я думаю, сейчас у меня... Да. Вы хотите сказать, что у меня... Айнара, да? Нет, я хочу... Обладание. Нет, я хочу сказать, что слишком, когда я начинаю выражать о себе, мне обычно Всевышний показывает, что как это мало... Как на самом деле, кто мы на самом деле есть? Понятно. Нечего хвастаться. Нечего. Ну что же, да. Так. Что вы открываете? Маоз Сур без единицы, да? Какое место? Я открыла то, что вы в прошлом году давали, или позапрошлым. Я у себя сохранила, у себя, в своих файлах. Я поставил на нашу группу в Телеграме. Так. Если есть какая-то разница, я открою вам то, что именно вы хотите. Я не знаю, что... Так. Я сейчас посмотрю, что вы открыли, потому что... Сейчас я ищу, чтобы у себя открыть. Но можно и без этого. Так. Минуточку. Так. Вот. А что вот? Ага. Да, да, да. Вот вы смотрите. Это файл, который вы можете найти в нашей группе в Телеграме. Ну, спеть я, даже если бы очень хотел, не взялся бы по объективной причине. Но да, да, да. Вот здесь есть два файла. Один. Какой-то год мы разобрали первые и последние куплеты. Вот. А где-то я посмотрел и все остальные. Тут есть несколько полезных ссылок. И в том файле, и в другом. Итак. Маоз Сур Ишуати. Что такое Маоз от слова Оз? Сила, крепость. Слово Цур, как вы понимаете, это скала. Ишуати от слова Ишуа, спасение. Итак. Могучий оплод. То есть сильная, крепкая скала спасения моего. Леха наэ лешабеях. Тебя стоит, подобает прославлять. Шевах, слава, лешабеях, прославлять. Тикун бейт Тефилати. Здесь не совсем точный перевод. Тикун через куф – это исправление. А тикун через каф – это установление. То есть, по сути, установи дом молитвы моей. Имеется в виду не дом, в котором молятся, потому что это храм. Там в храме проводились служения, но, собственно, молитвы. Молитв там было немного. Но дом, о котором я молюсь, наверное, вот так. Вешам, то да наэ лешабеях, если не знать реалий, то непонятно, что это значит. И там зарежу я спасибо. Но по словам туда имеется в виду зевах туда, то есть жертва благодарности. Были жертвы, например, за оплошность, за случайный грех. Но были жертвы благодарности, например, когда человек опасно болел и выздоровел, или просто из-за аварии, например. И там мы принесем, мы зарежем незабеях, зевах – жертвы, жертву приношения благодатности. Леэт такин матбеях – это время. Ко времени установления матбеах имеет корнём слово тевах. Матбеях – это тот, кто называется по-русски бойня. Но от этого корня происходит слово митбах. Митбах – это кухня. Дело в том, что очевидно, в том месте, где орезали животное, там же, значит, и готовили из него еду. А может быть и нет. В любом случае, митбах – это кухня, матбеях – это место зарезания. Но здесь матбеях – это значение гибели. И это значит, к тому времени, как ты уготовишь, приготовишь гибель, ми цар хаменабеях – слово цар, царот, цорез, враг. Менабеях – буквально лающий, то есть поносящий нас. Аз эгмор бешир мизмор ханукат амизбеях. Тогда я закончу с пением и воспеванием. Теперь слово ханука буквально означает обновление, новоселье. Так, обновление амизбеях жертв пенника. Вот здесь мы видим и перевод. Перевод, конечно же, не настолько точный, как мы с вами переводим, недословный. Но все же вполне соответствующий оригиналу. Так, и видим мы некоторое количество слов, которые я разобрал на основании словаря. Так, ну, давайте еще какой-нибудь куплет. Ну, я попрошу Анну. Хотите второй? Хотите, может быть, наоборот, самый последний. Анна, сделайте. Так, я какой, который вам, что с ними надо делать? Какой по счету хотите? Второй? Ну, давайте вот второй, который уже у нас на экране. А у нас время есть. Может быть, и Шуша. Может быть, Шуша захочет тоже что-нибудь почитать. Ну, смотрите, и, пожалуйста, если есть вопросы по пройденному материалу, милость и прочее. Так, ну, тут, не знаю, кто-то здесь знает, кто не знает. Тут в этой песне перечисляют все, так сказать, проблемы, можно сказать, горести, которые переносил еврейский народ на протяжении всей истории. Ну, далеко не все. А то, как Всевышний, если все перечислять, это мы такой куплет должны написать. Вот, а тут имеются самые основные случаи, когда Всевышний избавлялась, прямо вот уже казалось все от очевидной гибели. Вот, вот второй куплет, да. Раот, соваа, нервши. Буягон. Кухи-кала. Хаи-хайя-хайя-хайи. Мер-а... Хая-ха-а. Хая-ха-ха-ха-ха. Мер-ру. Мер-ру. Ва... Бу-ху. Бу-ху. Бу-ху-ху. Бу-ху-ху. Бу-ху. Бу-ху-ху. Бу-ху-ху. Вот это история, значит, такого спасения чудесного. Раот, ну это слово «раа», только множешее число. Раа, горести, горести, беды, насыщалась душа моя гористями, ягона тоже некое несчастье, в печали кохикала, в печали сила кохи, это коах, сила моя, ну как бы ослабевала, иссякала вот так вот, ослабевали силы мои в горести. Жизнь, жизнь моя, барари, ну а слово «мар», «горесть» становилось горькой, вот это вот слово «бэкоши», ну тут вот есть, видимо, некое «бэкоши», тут сказано в рабстве. Просто кашпель, кашпель. А, кашпель, кашпель, тяга. Отсюда название какого русского блюда? Ну здрасте, конечно, это, кстати, блюдо очень хорошее, блин, кстати. Да. Ну, наверное, кому-то было очень трудно его готовить, или, наоборот, трудно кушать, да. В общем, жизнь моя в горестях и в тягостях, в трудностях, значит, проходила. Посмотрите, корень, да. Ну вот так. А, эвет, корень эвет, а шпель, это порабощение. В рабстве, в рабстве, эмалху царства, ну вот эгла, это эгла, это телица, то есть в рабстве. Да, да, да. У коровь царства в рабстве, у царства, у коровь его царства, получается. Ну, видимо, у народов, которые поклонялись этой самой корове. Тельца, ну, тельцу, что ли. Да. 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 Как свой избранный народ эгла, я имею в виду, амс-гулан. Амс-гулан, то, что эгла избранный, верно. То, что читают там Тейлин и Капшин. Амс-гулан. Вот, так. Хаэль-паро, то есть, вот, войско фараона в Эхоль-зар-он. Да, Хаэль-хаэлин, да. И все его потомство, Ярдук Эвен-Мац-ула, запустилось, погрузилось, как подобно камню, в пучину. В пучину, совершенно верно, да. Здесь, о чем говорится, исход из Египта, как вы догадались, и рассечение ямсов моря крайнего. Спасибо, я думаю, что хватит нам на сегодня. Значит, еще раз мои поздравления с приближающейся Ханухой. Пожалуйста, если есть вопросы, так, и приходите к нам еще и приводите новых. Кто-то вопросы хочет, вот у нас люди говорили, что может быть, кто-то хочет, но... Ну, вообще есть вопрос. По поводу, как правильно Хаэль, так и пишется, или два юда надо, или нет разницы? У меня с этими флексикой проблемы. Хейль – это войско-сила, а Хаэль – это солдат. Хаэль, пожалуй, стоит писать с двумя юдами, а Хейль с одним юдом. Вот, спасибо. Вот разница. Чтобы не путать, когда огласовки не ставят. Ну, вот улица, на которой я сейчас нахожусь, называется Хейль-Авир – военно-воздушная сила, универсальная машина. Наши пилоты – славные ребята. Небо – их дом. Так? Все понятно. Еще раз всего наилучшего и... Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Всем пока. Счастливо. Счастливо. Счастливо.